Василий, вы известны во всем мире как человек, который способен исполнить самую сложную оперную партию, но при этом мы вас знаем еще и как страстного футбольного болельщика. Расскажите, много ли времени удается уделять футболу вообще и лучшему клубу на планете в частности? Конечно, ребята, зенит чемпион, чтобы вы знали, не забывайте, но то, что такая мне честь выпала, я еще представляю нашу страну на Кубке Мира, на Кубках Конфедерации, на чемпионате мира, так что, друзья, если есть свободное время, музыка и спорт, они неразделимы, так что всегда зенит чемпион, а Мариинский театр и опера всегда вместе, так что я знаю, многие футболисты приходят на спектакли, слушают музыку, причем хорошую музыку, не просто вот эту ниже плиндуса, а настоящую классическую музыку. Ребята, молодцы. Расскажите, какие обязанности на вас накладывает роль посла чемпионата мира по футболу? Во-первых, то, что мне выпала честь, это представлять этот великий город, здесь не посрамиться можно так, если человек не знает, где он живет, зачем он живет, почему он живет, этот город воспитывает, этот город мне очень многое дал, я здесь закончил консерваторию, я здесь служу в Мариинском театре, и здесь великий футбольный клуб «Зенит». Как же такая ответственность, как вы успеваете ее совмещать с насыщенным творческим графиком? Ну, понимаете, человек, когда не хочет что-то делать, он ищет причины всегда, а когда, это все мне в радость, потому что и петь в радость, и ходить на футбол, это в радость, потому что это такая страсть, это такое объединение, понимаете? А если человек не захочет, не поднимите его не то что, сейчас вы видите как, много людей не хотят жениться, во-первых, это безответственные люди, мы ответственные, так что, ребята, никаких проблем, время всегда находится на хорошие и добрые дела. В России успешно прошел Кубок Конфедерации, в Петербурге он прошел сверхуспешно, вы были на нескольких матчах, а может быть, даже на всех, расскажите, как оно? Ну что, потрясающе, Кубок Конфедерации, как мы все принято говорить, что это генеральная репетиция к чемпионату мира, но тем не менее, мы увидели замечательную игру прекрасных людей, и такое, вы знаете, мне что поразило, что кто бы и какая команда не играл, это было, болели за всех, болели за футбол, болели за прекрасный вид спорта, футбол, и мне поразили наши болельщики, которые были очень гостеприимные, это видно, что действительно была культурная столица Санкт-Петербург, и так что гордость за наш город и за наших болельщиков. Вы сказали о болельщиках, во время Кубка Конфедерации на стадионе Санкт-Петербург побывало 200 тысяч человек, это абсолютный рекорд, в России ни одна арена за год в рамках международных матчей не принимает такого количества человек, но мы справились за две недели, как вы считаете, в свете подобных событий, можно ли сказать, что Петербург самый футбольный город России? Но вы даже можете не сомневаться в этом, потому что действительно Питер это самая великая футбольная столица. Вы бывали на многих футбольных стадионах мира, Санкт-Петербург, Камп Ноу, стадион Санкт-Петербург. Лучший? Лучший, лучший в мире. Я не говорю то, что я горожанин этого города, я, ну вы знаете, я фанат этого города, для меня это большая честь жить в этом городе, но то, что у нас вот такой потрясающий стадион сейчас, можно порадоваться за всех жителей и болельщиков нашего города. Мы не можем не спросить вас о футболе. Начался новый сезон, у «Зенита» новая команда, новый главный тренер. Чего вы ждете от предстоящего сезона? То, что сегодня победа, победа и хорошие, красивые игры по-настоящему. Но сегодня мы победили, значит, почин хороший, так что, ребята, вперед, мы будем за вас болеть, переживать, а вы дарите радость, радость нам, радость, потому что все-таки вы нам нужны, мы вас любим, мы вас уважаем, уважайте нас. Знаете, вместе мы сила.